Значит, то, что я вам обещала в предыдущем коротком видео. Во-первых, не волнуйтесь, мои любимые и дорогие. Это я говорю тем, кто читал мой блог. Назывался он CleanLife.com. Полное название Clean Luxury Life. Дневник сельской жительницы со взглядом столичной дамы. Где вы помните все мои истории, да, и где я пошагово все описывала. Не бойтесь, суды длятся до сих пор. Знаете, да, что все суды мы выиграли, но есть те дела, которые остались еще до сих пор. Огромная благодарность, что вы мне присылали ссылки, да, на те источники интернет-ресурсов и печатные издания, которые без указания, да, то есть ссылки на автора воровали, как говорится, мои истории. Ребят, не переживайте за суды, все отлично, я на полном расслабоне, работает профессиональная команда юристов. А также хочу предупредить всех, поскольку, как я только создала свой ютуб-канал, да, Наталья Лебедева «Хорошо в деревне летом» уже воруют. Ребятки, все фиксируется, это интернет, плюс, вы понимаете, да, архивы и так далее. Поэтому, если бы это только шло на пользу, берут мои видео, делают стоп-кадры, размещают на своих видеоканалах и в печатных блоках в сети. Понимаете, ребят, это невозможно украсть, до вас тоже дойдет дело, просто предупреждаю. Значит, для тех, кто со мной хочет познакомиться. Значит, первое, посмотрите, пожалуйста, ответ, он буквально недавно был, два подряд. Сначала я сняла, стояла около алычи, да, слива гибридная алыча, подарок Санкт-Петербургу, а потом я отвечала девушке, да, которая следила за развитием этой алычи. Вот там, где первое видео, вы всегда следите, просто мои подписчики уже знают, за хронологией, в каком году, поминутно, что, когда я выкладываю, да, 5 утра 31 минута, 5 утра 32 минуты, там, в ночи и так далее. Значит, что еще я могу вам рассказать? Посмотрите, пожалуйста, сначала вот то видео, где оно было в прямом эфире. Значит, если вот этой информации вам будет недостаточно, значит, вы, пожалуйста, напишите и скажите. Значит, я еще раз призываю, я знаю, что вы любите мне говорить это лично, по телефону, там, в WhatsApp, на почту. Кстати, есть новые люди, которые, я не знаю, как это находят, мне знакомы со мной тоже это делают. Слушайте, я вас умоляю, пишите, пожалуйста, в чат, к любому видео, которое не надо там лопатить, обязательно к видео про амурский виноград, да, вы спрашиваете про каприфоли или огурцы, к любому видео. Я там, ребятки, разберусь. Так что вот такая краткая биография о себе любимой, вечно ваша, да, сейчас мы на новом с вами ресурсе, в новом формате. Наталья Лебедева «Хорошо в деревне летом». Это мой поисковик на YouTube. Также не переживайте за мой блог. Я очень, во-первых, признательна, что он был вам очень полезен. Вы обратили внимание, что он был Клин, Лайв, Ком, Неру и не так далее, потому что этот блог был международный. Его читали иностранцы. Также мой YouTube-канал, вы знаете, это смешная история, сейчас я вам расскажу, когда буду снимать видео про ревень, потому что вы не представляете, что народ после меня, это мои друзья, когда побывали здесь. Они попытались вырастить ревень в Израиле. Ой, слушайте, я вам найду время, расскажу. Это очень длинная и ржачная история. Пока, короче, у меня нет времени, к сожалению. Карта памяти неизиновая. Просто посмотрите мое видео про ревень, где я рассказываю посадку, там, уход и так далее. И почитайте комментарии. В общем, сейчас я отвечу девушке, но, к сожалению, не на фоне ревеня, объясню чуть позже. В общем, я вас жду, люблю, целую. Уважаемая дорогая, сейчас я вам отвечу. Она следила тоже с самого начала, да, за моим YouTube-каналом.